Мальтийская журналистка Взлетел автомобиль известной журналистки Дафны Каруаны Галиции. Трагедия произошла на глазах у одного из соседов. Я поднимался вверх по холму, когда заметил ее автомобиль. Услышал небольшой хлопок и увидел дым. Меня хватило паника. А через несколько секунд прозвучал еще один более мощный взрыв. Вся машина была охвачена огнем. Я вызвал полицию, но помочь ей не смог. Дафна Каруана Галиция была одной из самых известных журналистов Мальты. Занималась расследованием коррупции и разбиралась с панамскими архивами. В своем блоге неоднократно обвиняла в мошенничестве чиновников. Критиковала и семью премьера страны Джозефа Муската. Сам Мускат убийство журналистки назвал варварским нападением. И призвал полицию к тщательному расследованию. Я осуждаю эту варварскую атаку. Это не просто нападение на человека. Это нападение на свободу слова в нашей стране. Все знают, Галиция жестко критиковала меня. И как политика, и как человека. Но это убийство можно расценивать только как преступление против достоинства и корректности. Тем временем в Аллете десятки человек собрались на протесты под зданием Центрального суда. Требуют найти виновных и привлечь к ответственности. Выяснить обстоятельства трагедии мальтийской полиции помогают следователи из ФБР. Расследовать убийство призывают и в Еврокомиссии. Это убийство ужаснуло нас. Известная и уважаемая журналистка погибла в происшествии, которое выглядит как спланированное нападение. Еврокомиссия осуждает атаку. Журналисты имеют право на расследование на неудобные вопросы. И это право – одна из наших фундаментальных ценностей. Мы призываем расследовать эту трагедию и верим в правосудие. Подробностей взрыва полиция пока не разглашает, чтобы не препятствовать интересам следствия. Семья погибшей считает, убийство было спланированным и связано с антикоррупционными расследованиями, которые вела журналистка. Варвара Миронкова, Юэй Ти Ви.